Сегодня пробовала новый рецепт Киша. Ну как новый? Это рецепт Киша sans FODMAP. То есть без FODMAP для людей и кто на правильном питании, и для тех, у кого проблемы с кишечником. Поэтому меня сейчас эта тема заинтересовала и вас тоже на канале Худеем по-французски, Селена Франц. Поэтому я подбирала рецепты из книги, которые я купила, я вам показывала. И этот Киш с яйцами, с рикоттой, с томатной пастой и тесто без глютена. Сколько чего, я не записывала рецепт, потому что не было времени, но Киш получился очень-очень хороший. Я думаю и вкусный. Попробую, я вам обязательно покажу. А сейчас я еще буду омлет делать тоже по новому рецепту. Я буду делать с Эпинаром и с Пиньон де Пинь, это у нас кедровый орех. Поэтому, может быть, успею записать вам рецепт. Но сначала накормлю мужа, потому что он должен бежать на работу. Я сижу здесь такая довольная. Знаете, почему? Потому что связалась со мной одна компания. И говорит, Лена, ты хочешь протестировать тест на непеременность продуктов? Я подумала, я уже тестировала за свои деньги, платила много, достаточно большую сумму. Рассказывала вам на канале «Худеем по-французски» и «Селена Франц». Но так как блогер тоже смотрит все видео, то мне предложили. А мне самой интересно было протестировать не по крови, а по волосам. Сейчас это очень популярно во многих странах. Ну, как-то я думала, уже один тест сделала. Поэтому, хотя эти тесты, они меняются, нужно проверять периодически. Через несколько месяцев, например, через месяцев 6-8, ваш организм будет реагировать совершенно по-другому, может, уже на продукты. И поэтому, если у вас есть какая-то непереносимость, то одного теста не хватит. И вот мне французская... Вообще, это в Британии, кажется, находится. Нужно посмотреть, где находится эта фирма. Я вам оставлю ссылочку, где вы можете заказать этот тест. Или подождите, когда я сделаю тест, вам покажу, как его нужно сделать, как там заполнять, потому что он мне сегодня только пришел. Нужно будет отправить свои волосы. И кто-то верит по этому тесту, кто-то не верит по результатам теста. Есть, конечно, может быть, по крови более точные, но мне просто интересно. Поэтому я сделаю этот тест и потом с вами поделюсь результатами. Сравним с моим вторым тестом, и будет очень-очень интересно узнать, что там у меня не переносится на сегодняшний день. Вот, мои хорошие. Так что с вами поделюсь вот такой тест, коробочка. И там заполнить нужно анкету. И заполнить там... Потом я вам все покажу, хорошо? Буду сама делать и вам показывать вам, наверное, будет интересно. Или на втором моем канале покажу. Смотрите, какая у нас красота. Все, все готовятся к Тусену 31-го. Прям такая красота, это что-то. Я люблю хризантемы. Вот эти белые. Прям супер. Такая вот большая. Стоит 17 евро. Бордовые. Покажу вам немного. И вот несут вот такая на кладбище. Такие цветы. Я вам уже рассказывала. Я пошла в магазин, надо кое-что купить. Влад заказал. И посмотрю, там сменился хозяин у нас. Вон, видите. Бенвеню. Вотрейнтермашей. Шанж депроприетер. Вышла я из магазина. Иду. Лохматенькая немного. О, какая ты красивая. Смотрите. Я даже не заметила. Вот. Поменялся у нас хозяин магазина. Сегодня я даже микрофон не забыла. Ну, что сказать. Магазин стал красивый. Намного больше стало продуктов. Появились продукты, которых не было. Я очень довольна. Появился кокосовый йогурт, которого совершенно не было. Продукты. Так магазины очень хорошо не почистили, а как разложили. Все на месте. Очень много фруктов, овощей. Так что новый хозяин. Хорошо следит за магазином. Он там такой активный. На ночь чуть комар не сел. Или муха какая-то. Бегает по всему магазину. Сам работает. Прям хлеб там раскладывает. Фрукты. Овощи такие свежие. Так что я довольна. Теперь буду ходить в магазин. Выбирать новые продукты. Единственное, что я потратила в два раза больше времени. Потому что искала. Он поменял все полки. И когда меняют полки, конечно, трудно в магазине что-то найти. Вот. Что я хочу сказать. А, еще подошла одна женщина. Такая бабулечка. Француженка. И говорит, вы не знаете, где круглый рис? Я говорю, да, вон там на полках, где лапша. Она говорит, а вы знаете, я читать не умею. А такая красивая француженка в возрасте, с маникюром. Я говорю, ну ничего страшного, пойдемте, я вам покажу. И мы так с ней там разговорились. Она там меня благодарила, благодарила. Потом говорит, вы какой национальности? Я говорю, а вы какой? Она говорит, я француженка. Ну, у нее акцент какой-то немного есть. А я ей подумала, что она может быть, вы из Испании, из Италии. Я говорю, а я из России. Она говорит, ну по вам сразу видно, какой у вас характер, какая вы подоброжидательная. Сразу меня дочкой начала называть так. Приятно помогать людям и получать потом добро. Прям. Я такая иду домой. Прям такая довольная. Помогла. Рис найти. А сколько счастья от таких мелочей. Так что помогайте людям. Вот, ладно. Лохматая Лена пошла домой. Все, пришла я домой. Хотела вам показать, что все, мы тоже уже вечером в курточках. Но уже почти 7 часов вечера, поэтому становится прохладно, припрохладно. Я достала свою курточку. Ну, еще все в кроссовках. Ходим в кроссовках. Ползимы будем хранить в кроссовках. В Провансе, конечно, намного-намного теплее, чем в Париже или в Британии. Сейчас разговаривали со своей подругой. Привет, привет тебе большой. Да, у нас, конечно, я еще вышла. Я была в кофте. Было очень жарко. И сейчас вот уже все. Нос замерз, притеплилась. Пойду сейчас разбирать все, что купила. Что я там купила. Ничего, наверное, интересного я им не купила. Всякую всячину. Камамбер Александр заказал. Владислав заказал свои самые неполезные сырки. Там еще конфеты раздавали в новом магазине. А, пармезанчик взяла. Пасту делать. И тут всякие хозяйственные средства. Взяла ополаскиватель для волос. Попробовать. Чтобы сегодня не было ополаскивателя для волос. Эльцеф, который я люблю. А у меня остались одни маски. Нужен ополаскиватель для волос. И так, что еще интересного показать, мои хорошие. Ничего интересного и нету. И овощи там. И грудинка. Буду делать по ленту с этим. Бекон это, бекон. Вот, без нитритов покупаю. Так что буду быстро разбирать. А, сейчас пойду. Вот, не буду как французы делать. Не буду в обуви проходить. Когда, хотя иногда пропрусь, конечно. Вот. Сейчас надо мне быстро поставить пасту отвариваться. А то Александр уже придет сейчас домой. А он когда приходит домой, голодный такой. Ну, как все мужчины. Я решила немного поменять программу. И приготовить лучше по ленту. Потому что у меня осталась по ленту. Я ее готовлю очень просто. Мои мужчины обожают. Здесь по ленту я ее отвариваю. Затем смешиваю. Добавляю томатную пасту. Здесь только помидоры. Больше ничего нет. Даже соли нету в этой томатной пасте. Я соль не добавляю. Потому что добавляю пармезан. Все это перемешиваю. Мои любят с луком. Вот с таким зеленым луком. Все добавила. Все перемешала. Затем добавляю... Как это оно? Бекон. У меня бекон. Я добавляю бекон. Еще раз все перемешиваю. В чашку. Иногда делаю двумя... Два слоя. Один слой. Добавляю помидоры или еще что-то. И сверху засыпаю сыром. Добавляю немного сливочного масла. Сейчас запеку в духовке. И получится замечательная полента. А рядом какие-то овощи. Или на пару. Или свежий салатик. И все готово. Кстати, полента это палочка-выручалочка. Кто еще ни разу не делал для своих мужчин, обязательно сделайте. Вы можете добавлять бекон. Любую нарезку. Можете добавлять хоть курочку. Оставшуюся хоть что. У вас осталось с фаршем тоже. Обалденно вкусно. Фарш предварительно пережарить с луком. И потом смешать с полентой. Ну вы наверное знаете. Много рецептов. Если кто-то делает, пишите в комментариях. А я ее отправляю в духовочку. Я попробовала тушь, которую мне подарили все фура. Вот она какая. Ну ровно половинка туши. Многие были удивлены, что во Франции есть пробники тушь. Да, они есть, но их дают очень редко. Если ты покупаешь на какую-то сумму, то ты можешь там попросить пробник. Не забыть попросить пробника. А то просто так еще тебе и не дадут. Но дадут такие маленькие кремики. Я сказала, я хочу тушь попробовать. И я не хочу покупать дорогую. Так как я купила два вида крема. Тональный от Герлен и консилер от Диор. Я говорю, мне нужна тушь на пробу. Я хотела тушь купить, но такой, какую я хотела, там не было. И они мне вот дали такой вот пробничек. Я уже пользуюсь им, этой тушью от Диор. Подношу, чтобы не коверкать название. Три дня. В принципе, мне нравится. Сейчас переведу камеру на себя, покажу. Вот, посмотрите. Глазки такие выделены, яркие. Неплохая тушь. И сейчас я вам покажу кисточку. Подождите минутку, открою. Вот такая кисточка. Очень удобная. Мне понравилась кисточка. Поэтому, если есть возможность, попробуйте. Я еще буду пробовать. Несколько, до неделю, или не знаю. Потому что у меня первое впечатление одно, а потом уже совершенно другое. И потом вам все-все расскажу. А вторую тушь, мои хорошие, я еще пока не открывала, чтобы она не засохла просто-напросто. Поэтому да. И пробники. А где у меня тут пробники-то? Куча пробников, которые мне дали. Я попробовала вот это масло от Герлен. Мне очень понравилось. Сухое масло. Прям замечательно. Не делает кожу жирной. И так хорошо увлажняет. И попробовала. А, закончился у меня крем от Диор. Я уже его выбросила. Вот этот еще не пробовала. Потом вам все-все расскажу, мои хорошие. Ну вот здесь, мне кажется, видно чуть-чуть получше. Тушь. Мне кажется. Ну, мне, в принципе, нравится. Буду пользоваться. Там расскажу. Сейчас должна заехать свекровь. Она поехала в магазин. Когда, знаете, я иногда говорю, курсы делать. Потому что курсы по-французски, если перевести ферли курс. То есть делать покупки. Меня еще спрашивали, Александр совсем забросил уроки. У него периоды. Знаете, у Александра он то забросит, то снова начинает уроки. Да, опять микрофон не наделал. И видите, я как снимаю. Я просто беру телефон и снимаю. И мне нужно думать, чтобы наушники одеть. Или нужно микрофон, который я не нашла до сих пор, чтобы на петельку. Но ничего, я надеюсь, что слышно, потому что я громко говорю. Сейчас заедет свекровь. Она поехала за покупками и хотела заехать. И что я еще вам хотела сказать, мои хорошие. Да, я хотела с вами посоветоваться. Как вы думаете, вы хотите смотреть длинные блоги, чтобы я делала, например, один блог в три дня или в четыре дня, но чтобы он там длился 30 с чем-то минут. Или все-таки вы хотите вот такие маленькие блоги. Потому что некоторые мне пишут, что сейчас все делают очень длинные блоги. Каждый день я просто не смогу сделать интересные длинные блоги, потому что, ну, потому что, что снимать? Одно и то же снимать я не буду. Нужно какую-то интересную информацию. Выезжаем. Мы, когда будем выезжать, я, конечно, могу длинные снимать блоги. Или все-таки продолжать делать вот такие коротенькие блоги. Я хотела с вами посоветоваться и узнать информацию у вас. Потом на канале «Худеем по-французски», так как там идет новая тема про кишечник, мне задали вопрос. Лена, я хотела тут тоже сказать про вопрос. Лена, а цикорий многие пьют и не знают, что цикорий при дырявом кишечнике не очень полезный, потому что там олигофруктоза, сахар, который вздувает кишечник. И поэтому я хотела вам сказать. На втором канале я поподробнее расскажу. Но смотрите, есть напитки, которые очень полезные. Это пребиотик для нашей хорошей флоры. Но когда дырявый кишечник, там же не только хорошая флора, там еще и плохая флора. А пребиотики кормят и хорошую и плохую флору, и поэтому она еще там разрастается. Поэтому если вы выпили цикорий и заметили, что у вас что-то не то, или начинается даже может и гастрит начинаться, и вздутие живота, и там другие симптомы, то это может быть вполне возможно, что так на вас действует инулин, олигосахароза, если я не ошибаюсь. Да, это вот сахар. Вам не подходит. Или не подходит совсем, или не подходит в большом количестве. Будьте осторожны со всеми правильными продуктами. Кому-то подойдет, кому-то не подойдет. Все, я пошла приготовлю чая, чтобы мы попили с Даниэль. А я же вам... Тут темно. Я же вам совсем забыла показать кит, который мне прислали. Это вот эта вот штучка-то, чтобы волосы... Мне вчера так смеялись вечером. Мне обрезали волосы. Я говорю, много не обрезайте. Пряди волос, чтобы отправить на анализ. Вот пойдемте, я вам покажу, что это за коробочка такая. Смотрите, нужно срезать 3-4 пряди волос. Они могут быть окрашены. Там написано, ничего страшного. И вот в этой коробочке... Давайте ее откроем. Я сейчас вам покажу, что в этой коробочке. Там вот такой конвертик. Он уже афранчи, то есть марку не надо. Адрес лаборатории. Англия, мне кажется. И здесь я потом ссылку кому нужно дам. Вы можете заказать, кто живет во Франции. А вот он их сайт покажу. Info. Intolerance.com И тут на разных, на разных языках. На немецком, на английском, на французском. Заполняешь вот такую вот штучку. И вместе с пробником волос и шантьон по-французски отправляешь в лабораторию. Они, получается, через 10 дней должны тебе прислать уже полную расшифровку. Кстати, там самый популярный этот тест, потому что очень популярный сейчас стал. Там аж 30 продуктов питания. 300, 300. И 300 всяких элементов, полезных и не полезных, которые могут тебе совершенно не подходить. Поэтому потом с вами всем поделюсь, мои хорошие. Продолжение следует...